МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Это очень хорошо, но воздух здесь не очень хорошо. Может, вы имеете право. Привет! На, откуда вы работаете? У меня есть сигареты. И кто знает, что вы снова рауете? Ну, я не знаю. Как сложно это рауете? В ваших бронхи можно рауете. Не, это не может быть. Если бы она была. Я буду смотреть на него. Для здоровья нужно делать что-то. КОНЕЦ Машт ты это с с друзьями? Да, я сделаю это для тебя. Скажи, Майана, что бы ты был дать вам ребенку? Я не хочу ребенку с другими людьми. Я не хочу ребенку с другими людьми. Нет! Мы будем делать ребенку с другими людьми. Это еще сложнее. И я не знаю, как мы это сделаем. И мы будем вместе с другими людьми? Это большая ответственность. Да, и у меня тоже. Это еще раз, Данил. Ну да. Может быть, мы еще раз поговорим. Я не понимаю, Майана. У тебя не было что-то? Нет. Как это возможно? У нас нет. У меня нет. А я не знаю, что ли я. Но... это уже так давно. Да, да. Когда вы будете оперировать? Сегодня вечером. Продолжение следует? Я не знаю. Кинеколог будет скоро. Продолжение следует. Мы должны решить что-то из-за детей. Да. Продолжение следует. Я знаю. Продолжение следует. Думаю, у тебя есть время? Я еще ничего не делаю? Нет. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Сегодня вечером я верю. Я приведу к Маркусу и Каролине. Я не знаю. Я не знаю. Я же не знаю. Я уже не знаю. Я уже ведь готовлю. Я я пойду к нам. Мне это... Очень профессионально. Поэтому я хочу тебя извинить. Хорошо, чтобы вы это сами увидите. Доктор Аттенхуфер хочет меня не видеть. Я тоже понимаю. Но... Поверьте я, может, его оперативно изучать? Почему это? Я хочу попросить. И поэтому я получу что-то из вашей практики. Слушайте, пожалуйста. С доктор Аттенхуфер поддержки. Вы должны лучше не рассчитать. Да, я знаю. Ну, так хорошо. Это были последние полчаса. У вас есть время? Да, я буду вечером. У меня есть время. Вы действительно интересны. Но я сейчас буду. Спасибо еще раз. Я сказал, что он сказал, что он сказал, что он сказал, что у него есть хорошие возможности, в процессе уничтожить. Да, потому что у нас нет никакого времени. Да, мы попробуем это, но все равно. Майя Анна, вы говорите, что у вас нет ДЕСГБР Муттеркреб. Да, и поэтому я собираюсь университироваться из Гинекологии. И я собираюсь делать хирургическую тесту. Хорошо, тогда вы держите профессор Киндлер. У нас есть настоящая капательность. Ну, я думаю, как это выглядит, может быть, да? Хорошо, я готовлюсь. Скажи, ты вообще не представляешь, как это будет? Если я получу Саден, то это не проблема. И если ты уничтожаешь? Да, ты не можешь! У вас был гинеколог? Уже. Угу. У нас есть еще один путь. Что случилось? Это неправильно я думаю, это достойно, если я его не буду. Мне кажется, что это прерывается практически невозможно. О, блядь, Ина, это я не психбал. Что вы делаете? Ну, у меня моя кастрина, Кестлер. Угу. Угу. Добрый день, я посмотрю потом еще раз. Лаура, ты сможешь об этом и все о том, как я здесь? Конечно! Но Джорджан тоже еще есть. Он даже не может приготовить его. И он приходит только поздно домой. Когда он попросил меня, он был взрослым. Действительно? Я не заметил ничего. Я не знаю, что он не лучше. Думаю, что он был взрослым с его секретарем? Он обрабатывает. Я просто не понимаю, как вы так делаете. Мы решили, что за детей. У нас нет детей. Тебя вагентраль не может быть. Вы не видели его раньше. Если нет, то есть, опять же! Если нет, то есть. Если бы он ничего не сделал. А, Даня, ты не можешь не с Доктором Смидт говорить? Почему? Он подозревает Диазепан. Как можно сянуть от больного сердца? Да, они только сянули с сердцем. И они только сянули не срежу. Вы можете видеть этот блесток. Диазепан не сянули. Он имеет неудачу сянули сянули. В другом смысле, я не могу с тобой работать. Скажи, что происходит с тобой? Ничего. Я не хочу, меня отзываясь от авторитета. Поэтому, Марьяна. Все, что я скажу, ошибка. Я думал, вы понимаете себя лучше? Я могу, но... ...эффективный результат. Вы можете просто сделать что-то. Нужно сделать что-то, что вам весело. Но что ты имеешь? Это уже после операции. Я не знаю. Но Танте Лауре предупреждает вас. Я надеюсь, вам придется домой, мама. Ах! Ну, наконец-то, Ру. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ребята, вы никогда не спрятали. Давай, мы идем. Матеряна, в порядке. Пока. Пока, мой дядя. Я буду ждать, если ты с Наркозой уважаешься. Серьезно? Конечно. Думаю, что ты говоришь, папа. Пынктикаль – это не только твоя страсть. Думаю, сегодня у меня есть еще один день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но если я нужна тебя, ты не нужен. Но сейчас я иду. Герд. Я не могу с тобой говорить. Я дам Катя операции. Что вы делаете? Она говорит о том, что она говорит. Но я надеюсь, что она просто решает, какие-то проблемы с вами. Почему она не женится, что она не женится? Герд. Герд. Она рвела ее к каисер. Она спросила, почему она не принесла. Каисер? Каисер? Да. Герд. Герд. Если она действительно что-то решила, Герд. 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 Субтитры добавил DimaTorzok У меня было достаточно. И ты тоже. Я надеюсь, что Ина будет спрятаться. Да. Почему вы всегда так часто бороться? Это очень долго. Это история. Потому что ты с твоей секретарем на Париж ездил? Что это было? Она думает, что у тебя будет общаться. Это точно не так. Я... Ина... Она гребет. Я не мог бы начать. Ты был такой тяжелый день. Скажи, что... Она будет уничтожать. Она будет уничтожать. Да, она будет уничтожать. Ну, ты! Это будет уничтожать. Возможно, будет лучше. Я не могу с удовольствием. Не уничтожать, я не уничтожать. Моря, Моря. Ты уверен, что ты снова работаешь? Уже все равно, моря. Я думаю, что у меня осталось, что это не уничтожать. Спасибо. Мы с удовольствием прежде, чтобы не уничтожать тебя. Спасибо. Спасибо. Что делает Jürgen? Он очень рад. Я счастлива, что он в России лежит. Можем еще что-то для вас сделать? Да, спасибо, Herr Шмидт. Не забывайте, что вы очень счастливы с вами, Vater. Да, я имею в виду на русском артике о ДЕС. Я читал его, что его мать был заболен. Спасибо. Мы только были в простатакарзином и в асинтетическом обслуживании в хромонмаге. Скажите, что там есть что-то в том, что это было оборудоваться с потерпением. Да. Что ты делаешь в подготовке твоего процесса? Да. Ну, это так. И Даниэль боялась, что он будет оборудоваться с потерпением. Даниэль, я думаю, что это хорошо. Ты знаешь, что ты всегда приедешь к нам, папа. Даниэль боялась. Даниэль. Диэль о polítбом. М-м-м. У тебя еще видел? Она пришла сегодня из твоего дома. Как ты можешь делать такое? Мама умерла в больнице. Это не так, как ты думаешь. Ты что-то плохое. Уйди. Я могу объяснить. Мама. Тихо. 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 Добро пожаловать на наш канал. 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 Продолжение следует... Здравствуйте. Я думаю, что все так плохо. Это очень больно. Да, я получу болезни. Что для вас? О, как любят вас. Но вы должны помогать мне. Мой ремень стоит. Остат сказал, что нет метастазов. Все будет хорошо. Ммм, вкусно. Ребята, спасибо. Папа? Я не знаю. Как это работает? Танте Лаура для вас? Да. Если я снова в доме, то мы сделаем это очень комфортно. Комфортно? Да, я не знаю. Что происходит с вами? Скажи уже. Скажи уже. Скажи уже. Папа и Танте Лаура кисли. Что ты говоришь? Я видел это. И сегодняшний день вы приехали из вашего дома. Я не думаю. Да. Какая со мной. Что будет, Лаура? Какие наши дома. Хочуجать не исключить вы. Играет музыка. Ich bin mit starken Lungen auf die Welt gekommen. Ja, ich auch. Darf ich eine haben? Auf keinen Fall. Sie müssen an Ihre Gesundheit denken. Wenn Sie mir nicht augenblicklich eine Zigarette geben, dann weiß ich nicht mehr, was ich tue. Naja, eine wird ja nicht schaden. Einmal ist keinmal. Ich weiß, wie schwer es ist, sich das Rauchen abzugewöhnen. Oh, ist das gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie rauchen. Wenn ich mir hier eine anstecke, dann gucken die mich immer an, als wäre ich eine Verbrecherei. Naja, das Personal soll halt mit gutem Beispiel vorangehen. Nichts verraten. Keinem. Abgemacht? Abgemacht. Aber Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie mal wieder duschen gehen. Tut ganz schön weh. Diese Übung machen Sie jetzt täglich. Ja, aber nicht überanstrengend. So, morgen schaue ich wieder bei Ihnen vorbei. Meine Damen. Sie sehen schon viel besser aus. Alles geht schief. War Ihr Mann denn heute schon da? Ach so. Mein Mann, der will mich nicht mehr. Entschuldigung. Nina, wir müssen darüber sprechen. Oder geht das jetzt nicht? Hau ab. Nina, bitte. Ich kann alles erklären. Herr Lütke, ich glaube, es ist besser, Sie kommen ein andermal wieder. Sie muss mir zuhören. Das ist ein Missverständnis. Missverständnis? Du warst mit meiner Schwester im Bett. Die Kinder haben es gesehen. Das hat nichts zu bedeuten. Klauer kam aus unserem Schlafzimmer. Ja, schon, aber es ist überhaupt nichts passiert. Wie kannst du sowas machen? Jetzt, wo ich im Krankenhaus liege. Du bist die Jebi, wie fremdgegangen ist. Ich glaube... Hast du diesen Karl vergessen? Lass sie jetzt besser allein. Von mir aus kann sie ruhig zuhören. Ich habe es satt, ewig die Schuld zu bekommen. Ina erzählt immer nur ihre Version. Aber sie macht unsere Ehe kaputt. Ich habe doch Schluss gemacht mit Karl. Ja, als es zu spät war. Ich freue mich, dass du so zufrieden mit Frau Lehmann bist. Ich höre nämlich auf andere Geschichten. Von Bach? Nein, nein, auch Schmidt ist manchmal sehr skeptisch, was ihre Vorgehensweise anbetrifft. Sie macht ihre Arbeit gut. Darauf kommt es doch an, oder? Ja. Was Marjannis Prozess angeht. Ach, das hat doch alles keinen Sinn. Und vor allen Dingen hat sie nichts anderes mehr im Kopf. Entschuldigung. Frau Mosch ist nicht da, aber ich hatte angerufen und sie meinte, sie hätten jetzt Zeit. Es ist wirklich sehr dringend. Tschüss, Willa. Wiedersehen. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bin der Meinung, Sie als Chefarzt sollten hierüber informiert sein. Was ist das? Das ist ein Bericht über sämtliche Operationsfehler von Dr. Attenhofer. Und den haben Sie verfasst? Ja. Das ist aber eine sehr ernsthafte Beschuldigung. Die Fakten sprechen leider für sich. Ja, ich werde es lesen. Nicht Zeit. Ja. Ich habe schon ein Exemplar in die Verwaltung geschickt. Es muss wirklich dringend etwas unternommen werden. Ja, ich werde mich darum kümmern. Vielen Dank. Ja. Danke. Bitte mal tief einatmen. Danke. Haben Sie auf dem Aufenthaltsraum gesessen? Na ja, es geht. Ihre Lungen sind noch ziemlich empfindlich. Sie müssen unbedingt verrauchte Räume meiden. Auch wenn Sie wieder zu Hause sind. Ja, Sie haben ja recht. Frau Schumacher wird Ihnen eine Menge spannender Bücher mitbringen. Wir können ja gleich wieder Mensch ärgerlich nicht spielen. Aber passen Sie auf, sie schummelt. Das ist eine ganz liebe Frau Doktor. Und ich helfe ihr. Das hört sich aber gar nicht gut an. Ich muss unbedingt aufhören damit. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und ich werde Ihnen dabei helfen. Sehr witzig. Ausgerechnet Sie. Nein, wirklich. Solange Sie im Krankenhaus sind, werde ich die Finger von den Klimm stängeln lassen. Kunststück, wo ich morgen entlassen werde. Ja oder nein? Abgemacht. Wo sind die Zigaretten? Gut aufgehoben. Die müssen unschädlich gemacht werden. Unter dem Wasserhahn damit. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ist doch viel zu teuer. Ja, trauen Sie mir etwa nicht. Nein. Nein. Abgemacht ist abgemacht. Also? Gut so. Und jetzt die andere Packung. Wieso andere Packung? Die müssen rausgefallen sein. Zum Abgewöhnen? Geh weg. Ich will dich nicht sehen. Du hast mit Jochen geschlafen. Es ist nichts passiert, dessen ich mich schämen müsste. Wenn du Jochen willst, bitte. Ich lasse mich scheiden. Wie kommst du denn darauf? Es ist nichts gewesen. Jochen war betrunken und ich hatte auch ein Glas zu viel. Jochen ist völlig durcheinander. Er hat Angst, dich zu verlieren. Und da hat er sich gleich an meine Schwester rangemacht. Ich habe ihm nur zugehört und ihn getröstet. Das nennt zu trösten? Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Ich steige doch nicht mit deinem Mann ins Bett. Und was hast du dann in unserem Schlafzimmer gemacht? Ach, er war todmüde. Er konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Ich habe ihn nach oben gebracht und versucht, ihn zu beruhigen. So sind wir dann eingeschlafen. Und das soll ich dir glauben? Will er nicht mehr? Ach, die blöde Kiste springt nicht an. Ich habe ein Überbrückungskabel im Wagen. Nützt nichts. Der Anlasser ist endgültig kaputt. Ist deine Weitschaft noch ab? Nee. Oh, jetzt muss ich mit dem Bus fahren. Ich kann nicht nach Hause fahren. Das ist aber ein großer Umweg. Lern dich endlich mal deine Wohnung kennen. Na gut. Hallo. Hi. Wie kannst du das ernst nehmen? Ich muss. Die Verwaltung hat mich um eine Stellungnahme gebeten. Gerhard, die Infektionszunahme ist wirklich besorgniserregend. Die behauptet da tatsächlich, dass ich nicht steril genug arbeite. Es muss doch eine Erklärung dafür geben. Das ist doch nicht zu fassen. Gerhard, ich kann nicht so tun, als gäbe es diesen Bericht nicht. Wilhelm, diese Frau, die war unhaltbar auf der Chirurgie. Und jetzt versucht sie sich zu rächen. Das mag schon sein, aber das interessiert die Verwaltung nicht. Sie wollen eine Untersuchung. Es wird mir aufrichtig leid, aber ich muss hier formell vorgehen. Solange die Untersuchung läuft, bist du vom OP-Dienst suspendiert. Es wird mir aufrichtig leid, es wird mir aufrichtig leid. Lebst du dir ein Licht auf dem Flur? Nein, die Birne ist kaputt. Hier wohne ich also. Ist Felix nicht da? Nein, der übernachte bei einem Freund. Willst du was trinken? Gerne, ja. Hast du Hunger? Nein. Nein, der übernachte bei einem Freund. Ich bin sehr,ig. Sie sehen. Ich bin sehr,ig. Ich bin sehr,ig. Поехали! Почему нет? Ох, черт! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok